Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Как правильно вернуть испорченный товар? В Сочи начала работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей. В Дагомысе отремонтируют теплотрассу. Работы уже начались на Батумском шоссе. В Сочи покажут колючую сказку. Главный кукольник написал ее про себя. Десять новых школ каждый год минимум. Такую задачу поставил губернатор Краснодарского края. Сегодня Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу обеспечения жилых микрорайонов детскими садами и школами. Дефицит мест в учебных заведениях – одна из самых актуальных проблем для региона. Особо острый вопрос стоит в Краснодаре. Дефицит школ, судя по Краснодару, 60 школ. И даже если мы деньги найдем, то мест мы уже не найдем, потому что их просто нету. Просто нету этих мест. Вот вам и точная застройка. Вот вам цена всего, что понастроили. А дальше? Ну что дальше? Фактическая ситуация. Не я мириться с ней не собираюсь. Я думаю, вы. А жители тем более. Поэтому нам нужен этот диалог был. И еще раз подчеркиваю, не парадных докладов, не бодрых докладов. Не то, что как мы строим, исходя не из того, что сколько мы строим, а сколько надо. Надо строить. Вот в этом-то и правда. В этом-то и честность должна быть наша. Поэтому сегодняшняя застройка только комплексная и только обеспеченная. Строительство микрорайонов школами только так. По-другому микрорайоны, еще раз подчеркиваю, не нужно. Я готов на себя взять ответственность. И в этом случае не нужно. Не нужно. Я и мэру Краснодара заявляю, и всем коллегам главы муниципальных образований. Без школ, без детских садов точно не строительство никакой, ни комплексной никакой застройки. Не нужно. Только за последние четыре года на Кубани построено 36 школ. Однако этого все равно недостаточно из-за огромного прироста населения в регионе. Внемин Кондратьев поручил каждому муниципалитету разработать собственные планы, которые будут учитывать потребность в новых школах и детских садах сразу на несколько лет вперед. Предприниматели Краснодарского края могут получить электронную цифровую подпись бесплатно. Краснодарский край – единственный регион в стране, который предлагает бизнесменам такой способ поддержки. В апреле был подписан документ, открывающий бизнесу доступ к информационной системе «Портал поставщиков» для проведения закупок малого объема. Это покупка до 300 тысяч рублей, которую муниципальные краевые заказчики могут совершить прямым контрактом без торгов. Предприниматели, размещающие свои предложения товаров, работ и услуг, могут расширить рынки сбыта, в частности, выйти за пределы края, объективно оценить свои позиции. Заказчикам, в свою очередь, портал позволяет существенно экономить бюджетные средства. Регистрация на портале бесплатная, однако для размещения там информации требуется электронная цифровая подпись. Ее малые и средние предприниматели могут получить бесплатно, благодаря краевой программе. Также безвозмездно передается и специализированное программное обеспечение для работы с электронной цифровой подписью. Промышленный потенциал Успенского района, оценил губернатор Кубани. Туда с рабочим визитом приехал в Нямин Кондратьев. Глава региона посетил завод по производству металлоконструкции. Это, кстати, единственное предприятие в крае, на котором делают дорожные знаки и элементы для безопасности автотрасс. Также губернатору показали логистический центр минеральных удобрений. Ну а после, уже традиционно, губернатор встретился с местными жителями. Дорожные знаки, ограждения, отбойники и даже остановочные павильоны – все для обеспечения безопасности тысяч километров краевых и федеральных дорог. На этом предприятии знают толк в надежных сплавах и качественной жести и могут обеспечивать потребности всего края. По знакам, также в цифрах, в среднем где-то 8-10 тысяч знаков в месяц мы производим на нашем цифре. А вот, допустим, край является здесь заказчиком, да? В данном случае, допустим, что касается средств, в том числе и безопасности. Ну, конечно, по национальному проекту безопасной и качественной дороги, у нас для 2024 года, мы уже все дороги должны будем привести к нормативному состоянию. Соответственно, и барьерное ограждение, все это при реконструкции строительства новых дорог, по реконструкции старых дорог. Нет, коллеги, вот чтобы не получилось так, что у нас есть свои производители, свои производители барьерных ограждений, неважно, разделительные они будут, либо оградительные, знаки своедорожные, а поставка будет идти непонятно откуда. Это возможно в случае, если нету своих производителей. Но если у нас свои производители, ну, я тогда прошу взять на контроль вопрос. Благодаря инвестициям на заводе появился новый цех. Здесь металл делают практически вечным. Купание в цинковой ванне позволяет сохранить внешний вид на века. Новая производственная линия дала еще 60 рабочих мест. Завод также участвует в национальном проекте повышения производительности труда и поддержка занятости. А значит, получит дополнительные субсидии на развитие до 3 миллионов рублей. Пример грамотного использования инвестиций показывает и другое предприятие района. Компания, которая занимается производством и хранением минеральных удобрений. На месте разрушенного и убыточного кирпичного завода вырос внушительный логистический центр. Показывают Вениамину Кондратьеву. Здесь хранят и распределяют, ценнейший для аграриев ресурс удобрения. Руководству завода удалось взять все имеющиеся стартовые возможности. Коммуникации, дороги, персонал и использовать их с толком. Глаза боятся, руки делают. И сегодня мы видим на лицо результат человеческих рук, человеческого желания, стремления взять вот эту брошенную территорию и сделать из нее работащее высокотехнологичное предприятие. Вот это уже есть результат, коллеги. Общий результат, где власть помогает, бизнес благодаря этой помощи реализует свои инвестиционные проекты. Вот это и есть взаимоотношение власти и бизнеса. И он здесь на лицо. И мне важно, чтобы в целом по краю такой же ваш подход, безусловно, и такой принципиальный подход бизнеса, он работал. Тогда будут и результаты, о которых мы говорим. Впереди у предприятия огромные перспективы выйти из границы районной базы и превратиться в межрегиональную площадку. Удаленность от краевой столицы играет даже на руку. Незапланированной точкой в маршруте губернатора стала школа номер 4 в селе Коноково. Вениамин Кондратьев решил лично проверить, в каком состоянии сегодня находятся социальные объекты района. Тем более, что образовательное учреждение принимает участие в реализации профильного национального проекта. Также глава региона посетил новое здание детской школы искусств в селе Успенском. Для местных жителей он стал настоящим культурным центром. До этого развивать свои таланты детям просто не позволяли условия. В новом учебном году школа приняла около 500 ребят. До этого вообще не было школ таких. И когда построили эту школу, все начали ходить, она прикольная, классная. Губернатор зашел в новые просторные классы, пообщался с детьми из школы искусств. Однако за дверью уже ждали дедушки и бабушки учеников. С ними Вениамин Кондратьев говорил уже о проблемах. Местные жители не растерялись озвучить самый волнующий их вопрос. А как у вас занятость? То есть рабочие места есть, либо их нет? Особенно для молодежи. Я пансионерка, мне уже... Где тяжко? Вода. Это больное место у спинки. У нас воды летом практически. Вы знаете, перерывы в домах. Вот я приехал и уехал. Не важно, сегодня будет встреча с общественностью, чтобы говорили люди. О проблемах жизни. Иначе нет смысла зарабатывать средства, деньги, если... Если потом, мы все равно ничего не создаем с точки зрения того, чтобы вы видели, что-то меняется. Вот и все. А говорить нужно, потому что противно, что я знать не буду, я буду видеть отчеты. Хорошие отчеты. А в жизни все не так. Действительно, каждая четвертая жалоба жителей района касается сферы ЖКХ. Самый острый вопрос с водоснабжением. Обращение на имя губернатора приходит из нескольких сел. Успенского, Вольного, Маламина и поселка Мичуринского. Люди уже не первый год ждут, когда в их домах вода будет идти без перебоев. На встрече с активами, Амин Кондратьев просит своего заместителя озвучить конкретные сроки решения проблемы. Я понимаю, что мы многое делаем. Я надеюсь, что так, как вы сказали, ну вода-то должна быть, потому что это элементарный комфорт жизни. Просто с утра раннего до позднего вечера открыла и вода идет чистая. То есть вот здесь можно назвать конкретные сроки, либо... Анатолий Владимирович, когда будет чистая вода? Илья Иванович, но проблема обеспечения населения водой Успенского района, она из основных и приоритетных. И они молодцы в этом году. Это первый район, который вошел в национальный проект «Чистая вода». Проект согласован. Он сейчас находится на госэкспертизе. Субсидию мы получили. Вот давайте так, у нас сейчас какой год, 19-й? Да, 19-й. В 21-м году? Давайте мы до 20-го закроем. До конца следующего года. То есть мы для протокола пишем, что к концу 20-го года проблему с водой мы закрываем. Большое социально-экономическое значение для Успенского района имеет сельское хозяйство. Это ведущая отрасль для муниципалитета. Ведь около 60% населения трудится на земле. Поэтому не случайно, что основная часть вопросов на встречу с местными жителями касались этой темы. Из зала прозвучала просьба от фермера. Он рассказал, что за свои гектары пастбищных земель он должен платить аренду по цене пахотных. На 140 гектарах земли, где производится только сенокошение и УПСА, арендой плата взимается как запашную 2% до 3%ности. Скажите, пожалуйста, будет ли снижение именно на эти 140 гектаров, где производится УПСА и сенокосы? Знаете, я, наверное, с вами соглашусь, потому что вы же там не золотую траву костите, понимаете? Это просто пастбища, которые были всегда, и сенокосы. И, безусловно, прибыль от этой земли, с точки зрения, если сравнивать с пашней, ну не соразмерная. Поэтому и плата должна быть соразмерная. Пашня стоит столько аренда, а УПСА и сенокосы стоят столько. Мы должны, коллеги, я обращаясь к своим коллегам, которые отвечают за ценообразование, в том числе за эту категорию земли, мы должны понять, что для нас приоритетно. Мы хотим зарабатывать сенокосов, либо животноводство. Александр Игоревич, вот сделайте земли выпасов, пастбища, категория, где сенокос у нас исторически был, доступны для селян. Успенский район один из самых маленьких в крае и по территории, и по численности населения. Однако это совсем не значит, что уровень жизни здесь должен отличаться от столичного. Меня Минкондратьев интересуется, почему муниципалитет недостаточно активно пользуется возможностями государственных программ. Так, только за полгода сюда удалось привлечь всего 100 миллионов субсидий, когда в других районах счет идет на миллиарды. Успенка на окраине. Но это не значит, что жизнь людей тоже должна быть на окраине. Активность должна быть очень мощная, а у вас пробивная способность вообще сумасшедшая. Только потому, что на самом деле вы не должны жить по принципу окраины, что все разобрали, а что осталось, тогда им. Какие бюджетные ассигнования, финансирование, поддержку. Не может у вас быть остаточного принципа. Не может и не должно. Успенский район не только приграничный на Кубани, но один из самых многонациональных в регионе. Здесь в мире и согласии проживают представители 50 разных народов страны. Со своими традициями и устоями, как одна большая семья. И самое главное богатство в любом муниципалитете – это его жители, уверен губернатор. И именно от их трудолюбия, активности и позиции местных властей зависит будущее района. К уборке риса приступили. На Кубани ожидают урожай не меньше прошлогоднего. В поля уже вышла половина рисосеющих хозяйств региона из Абинского, Красноармейского, Калининского и Славинского районов. Всего аграриям предстоит убрать рис с площади более 125 тысяч гектаров. Это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году, рассказал журналистом губернатор Краснодарского края. Во многом благодаря нашим ученым за последние 10 лет отрасль рисоводства шагнула далеко вперед. Урожайность культуры в регионе увеличилась с 47 центнеров с гектара до более чем 75 центнеров с гектара. А ежегодное валовое производство выросло практически до 900 тысяч тонн. Кроме того, мы поддерживаем отрасль с субсидиями. Только в прошлом году рисоводы получили 215 миллионов рублей. В этом году мы увеличили господдержку до 240 миллионов рублей. Это субсидии, связанные с подачей и отводом воды на рисовой оросительной системе. Также более 14 миллионов рублей направлено на субсидии на приобретение элитных семян риса. На данный момент в Краснодарском крае уже скошено и обмолочено более 6 тысяч гектаров рисовых чеков. В сочинском филиале Центра гигиены и эпидемиологии будет проводиться горячая линия для жителей гостей курорта. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества технически сложных товаров бытового назначения. Сочинцам разъяснят их права при покупке бытовой техники и электроники, а также порядок действий при обнаружении недостатков. Расскажут, как правильно оформить претензию, в чей адрес ее направить, какие требования можно предъявить. Горячая линия работает в будни с 5 по 30 сентября с 9 до 16 часов. Кроме того, сочинцы и гости города могут очно проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей. Для этого нужно обратиться в Центр гигиены по улице Рос-27. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра. Администрация курорта просит жителей принять все меры безопасности. Осенние дожди – предвестник отопительного сезона. И хотя еще можно купаться в море, в городе началась подготовка к холодам. В Дагомысе, к примеру, отремонтируют теплотрассу. Работы уже начались на Батумском шоссе. Эту теплотрассу в Дагомысе проложили более 35 лет назад. Порывы в микрорайоне случались не раз. Стальные трубы за десятилетия работы были изъедены коррозией. После обследования трубопровода было принято решение не ремонтировать, а заменить ветхий участок. В планах Сочи Теплоэнерго поменять около 130 метров теплотрассы. Будет уложено две трубы с увеличением диаметра. По ним горячая вода пойдет в многоквартирные дома в Дагомысе и Волковке. Обновленный трубопровод прослужит Сочин сам не менее 40 лет. Ремонт у нас планируется к завершению 10-11 сентября. И будет дан пуск котельной. Люди получат тепло. И надеемся, что без отключения мы пройдем весь отопительный сезон 2020 год. Подобные работы до конца года также запланированы на Гагарина, Чайковского и улице 60 Литвы ЛКСМ. В планах на ремонт 15 километров ветхих сетей. Сегодня уже заменено более 6 километров. Также в этом году Сочи Теплоэнерго модернизирует пять котельных. Их переведут на газ. На подготовку к отопительному сезону, который стартует 15 ноября, муниципальное предприятие потратит порядка 80 миллионов рублей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Ювелирных изделий и билетов на шоу. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. Выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров от СОУТ. Море золота. Новинки фэшн-индустрии. Скидки. Акции. С 12 по 15 сентября. Жемчужина. Вход свободный. СОУТ.ру. Категория 0+. Как правильно переходить дорогу? Ответ на этот вопрос, оказывается, знает не каждый. И тому подтверждение большое количество ДТП с участием пешеходов. С начала года в Сочи пострадали 128 человек. Из них 23 погибли. Снижение смертности на дорогах – основная задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются в рамках майского указа президента. Как обустройство дорог, связанное со знанием правил дорожного движения, узнаем из нашего следующего материала. Эти неприятные, печальные и, к сожалению, знакомые для многих кадры вполне могут сгодиться в качестве учебного пособия. Причем не только для детей, но и их родителей. Виновниками таких происшествий становятся и водители, и пешеходы. Причем как первые, так и вторые постоянно куда-то спешат и не находят времени, чтобы убедиться в безопасности. А этот пункт четко прописан в правилах дорожного движения. Как знают правила второклассники, сегодня проверили инспекторы ГИБДД. Показали, рассказали, объяснили. От теории перешли к практике. Рядом с 8-й гимназией есть 4 пешеходных перехода. На двух светофоры, на других их нет. Этот по улице Конституции СССР самый большой и тоже не регулируется. Но есть все необходимые знаки и разметка. Их обновили после ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал в Краснодарском крае в этом году. До 2024 года на ремонт дорог Сочи ежегодно будет получать по 830 миллионов рублей. В этом году обновят почти 85 километров. И главная задача не только улучшить качество, но и сократить число аварийно-опасных участков. За счет установки светофоров, ограждений и других мероприятий планируется вдвое сократить количество ДТП. Также результатом нацпроекта должно стать снижение смертности в результате аварий в 3,5 раза. В рамках этого национального проекта, безусловно, включайте превентивные меры, которые мы в результате работы провели. То есть мы добавили знаки «пешеходный переход», особенно возле школьных и дошкольных учреждений. Провели еще ряд целых мероприятий, чтобы пешеходные переходы были наиболее безопасны. Речь идет о таких приподнятых пешеходных переходах, напоминающих так называемых «лежачих полицейских», только более широких. Их, как правило, устанавливают на опасных участках, где чаще всего происходит ДТП с участием пешеходов. С начала года в Сочи пострадали 128 человек, из них 23 погибли. К сожалению, в городе Сочи есть тенденция к небольшому росту дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, как и взрослых, так и детей. Количество ДТП в процентном соотношении, где-то 37% ДТП у нас происходит с нагородными гражданами. И также где-то 35-36% ДТП у нас с несовершеннолетними, которые прибыли к нам из других регионов. Сокращать показатели помогает и профилактика. На посту Магри сотрудники ГИБДД регулярно раздают листовки водителям и объясняют правила дорожного движения. Выезжают также в детские сады и школы. Сегодня свои знания закрепили ученики 2-го Д, 8-й гимназии. И в качестве подтверждения каждый получил грамоту. В Сочи еще 7 школ присоединились к совместному проекту управления образования города избирательной комиссии курорта. Он направлен на повышение правовой культуры школьников. Об этом сегодня шла речь на совещании в администрации города. Проект стартовал в прошлом году. Основом избирательного права на дополнительных курсах обучались ученики 17 школ. Они слушали лекции и встречались с членами избирательной комиссии и депутатами городского собрания. На открытых уроках, которые мы проводим в помещениях наших избирательных комиссий, мы показываем, как работают умные урны для голосования, то есть комплексы обработки избирательных бюллетеней. Мы даем возможность самим проголосовать при помощи этих урн. И я думаю, что все эти мероприятия способствуют формированию осознанного выбора и активной гражданской позиции наших будущих избирателей. Специальный курс был рассчитан на учащихся 9-11 классов. Его прошли более 500 учеников. Результатом занятий по избирательному праву стали 80 работ, которые школьники представили на городском конкурсе. В новом учебном году к проекту присоединились еще 7 школ Сочи. Теперь их 24. Таким образом, основы избирательного права будут изучать уже более полутора тысяч старшеклассников. «Колючая сказка» открывает театральный сезон «Сочинский театр кукол Саквояж». Спектакль авторский худрука Романа Соколовского. «Колючая сказка» – это история о ежике, но на самом деле все не так просто, учитывая, что ежик – это прозвище руководителя театра. На репетиции побывала Инга Габешия. «Он колючим был с беленок, очень маленький ежонок». Вот он, главный герой премьерного спектакля. Отсюда и название «Колючая сказка». На самом же деле колет она только самого ежика, который решил найти новых друзей, но благодаря перипетиям понял, что старый друг лучше новых двух. У меня такая тут негласная в коллективе кличка ежик, потому что я иногда так начинаю резко что-то высказываться или что-то делать, то есть как распускать колючки. Вот ежик, думаю, надо себе писать что-нибудь. И сказка очень добрая, она очень такая поучительная, в хорошем смысле, но не нравоучительная. Как бы учить – не наша функция, не функция театра кукол. А вот влюбить в искусство, не навязчиво абсолютно таким вот сказочным языком, мы пытаемся говорить какие-то простые, человеческие, добрые, хорошие вещи. ПЕСНЯ Премьера «Колючей сказки» уже 7 сентября в Доме культуры Центрального района. А чуть позже – еще один премьерный показ, но уже рассчитанный и на взрослую публику. Это спектакль по мотивам чеховской каштанки. Для саквояжа он экспериментальный. Во время игры не прозвучит ни одного слова. Я вот учусь у Бориса Анатольевича Константинова. Это мой мастер, который лауреат многих театральных премий «Золотая маска». Он главный режиссер театра «Кукол Брасова». Вот сейчас он, для меня огромная честь, пригласил меня летом на постановку спектакля «Диоды Мерта» с «День мертвых». И вот ассистентом режиссера я был у такого мастера потрясающего. И мы тоже делали спектакль. Это спектакль о Фриде Кало, о ее жизни, о ее творчестве. В нем тоже не было текста, абсолютно. То есть мы это все выражали с помощью художественных средств. Действие, свет, цвет, объект, предмет. Это очень интересно. Роман Соколовский готовит историю не о самой каштанке, которая обрела нового хозяина, а о клоуне, который подобрал будущую цирковую артистку. В театре «Кукол Саквояж» рассказ о верности животных перерастает в рассказ о старости, о том, что у пожилых людей тоже есть своя вселенная, и, несмотря на возраст, они не задумываются о завершении своего пути, в том числе творческого. Все спектакли из аквояжа отныне будут сопровождаться различными интерактивами. В Доме культуры Центрального района много нововведений и новый директор. Мы хотим сделать игровые зоны, розыгрыши, приятные сюрпризы для малышей. Вижу, что с творчеством здесь все в порядке. Сейчас основные свои силы направим на улучшение и укрепление материально-технической базы. Начнем с новых кресел. То есть это первоочередная наша задача. Судя по афишам, театральный сезон в Сочи начался, и теперь приобщиться к искусству театра «Кукол» могут и взрослые. Именно на это рассчитан новый репертуар с аквояжа. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok